Почему ты любишь акулы? Просто. Незука это сестра этого мальчика, и она превратилась в бездемон. Когда она ложится спать, она использует вот это вот как ночник. Надо тебе прикупить, Алиса, теперь из темы обеда что-то. Душевая каминка. Здрасте, Алиса. Блог о жизни в Америке. Поехали! Сегодня проведу рум-тур по комнате моей дочери. Ее зовут Алиса, и ей 14 лет. На стене у нее висят распечатанные страницы из комиксов и манги. Также тут у нее лежит скейтборд. Это же коллаборация двух брендов. Вот эти человечки, это один бренд, а вот эти вот штучки, это блога. Это бренд Сан Рио. А возле кровати на тумбочке стоит вот такая лампа, которая меняет цвет. На входной двери у нее висит укулеле. Тут вообще было две акулы, просто одна из них сейчас в стырке. И как раз это одна акула, мы их привезли из Китары. Мама была против, но олее не успалось. Почему ты любишь акулы? Просто ху. У Алисы четыре подушки, две из них декоративные. На стене висит рисунок от ее учительницы Мисс Люси, а также вот такая искусственная сакура. Это рабочий стол Алисы. Здесь она делает уроки и вообще, в принципе, занимается своими делами. На верхней полочке у нее есть такая доска. Здесь у нее расписание уроков. Вот, например, смотрите, здесь у нее так, есть культура, китайский. Также у нее здесь висят вот такие миленькие масочки. Она распечатала также на цветном принтере всякие маленькие постеры с любимыми героями. У нее есть такие вот фигурки маленькие. Мне вот это, на самом деле, больше всего нравится. Посмотрите, какая милашечная. А вот это ей подарили на день рождения еще, когда мы жили в Китае. Фигурки, у которых такие без подставок, вот такие, и они вот так вот сидят, их называют мудл-стоп. Чтобы доширок заваривать. Да, прикольно. Бакалот, это когда виртуальный аниме-герой, по сути, поет на сцене. Если бы гориллос, например, пели на сцене, считай бакалот. Здесь у нее свечка. Вот она тут подписала на китайском. Игрушечка. Тоже вот такая вещулька. Она любит покупать все такое милочное. Смотрите, это у нее вот такие вот кнопки, только в форме сердечка. На этих двух полках у нее манго. Надеюсь, правильно говорю. В общем, сейчас я попрошу ее рассказать немножко про эти. И здесь как раз вот эта серия манги и любимый герой. Назука. Нет, ну кто это, скажи. Назука. Назука. Я почти запомнила. Это история про девочку. Ее зовут Яшера. И она учится в школе, в которой много всяких мистических существ. Она ему помогает, чтобы они не были опасными для учеников. В этом мире существуют людоеды. И если их кровь попадет в кровь человека, он станет демоном. А это и есть Назука? Да, это и есть Назука. Назука – это сестра этого мальчика. И она превратилась в демона. У нее есть вот этот бамбук, чтобы она не ела людей. Прочитала до девятого тона. Она именно сделала вот такой вот ручной сказочный ночник. Это очень классно у нее получилось. Посмотрите, какой тут грибочек, фея, всякие малюсенькие камушки. И вот даже, смотрите, есть такое вот ведро. И внутри у этого ведра кристаллы. У нее эта тема стоит здесь на полочке. И когда она ложится спать, она использует вот это вот как ночник. На нижней полочке у нее, в принципе, вещи, которыми она часто пользуется. Например, из техники iPad. Ну, гаджеты всякие она часто рисует и по школе, и самостоятельно. Именно вот использует она Apple Pencil. У нее здесь ее личный ноутбук. Она иногда делает на ней уроки. Но в школе, на самом деле, им ноутбуки выдают. Вот. Значит, здесь у нее пенал со всякими маленькими милашечными брелочками. Здесь у нее тетрадки. Она как раз китайский язык изучает. Вот. И здесь у нее всякие упражнения. Что-то из школьной программы, что-то она дополнительно изучает вместе с педагогом. У нее частные уроки, чтобы потянуть именно чтение. Зеркало. Такая досочка. Иногда она рисует на нем мелом. И вот такая вот бутылочка для воды. Безумно нравится то, что у Алисы вот такой вкус. Она прямо выбирается очень милашечные штучки. Это очень классно. На столе у нее лежит этот коврик с любимым Геройми, Май Мелоди и Куроми. И тут у нее вот такой вот стул, который она получила на Новый год. На комоде у нее обычно всякие, всякая бижутерия. Так, это на тему, значит, завтрака. Это, значит, панкейки и джем. У нас, значит, эти сережки. Одинаковые? Да. Есть еще вот такие, да? Если сейчас, я не знаю, что ли. Это как, не знаю, может быть, какие-то типа упаковки с конфетами. Да, и вот такие еще змейки и мишки. Мне так твои мишки нравятся вообще. Надо тебе прикупить, Алисе, теперь с темы обеда что-то. Завтрак у тебя уже есть. Надо теперь на тему обеда. Похоже на конфетки. Всякие такие вот леденцы, корона, цветочек. Давайте посмотрим, что здесь в ящичках. В этом ящике у нее лежат всякие LED гирлянды, проводки. Здесь у нее глина для лепки. Кручки. Кручки и всякая канцелярия. И здесь уже интересные штучки. А это у Алисы такие маленькие фигурки, которые держатся на проводке, на зарядке. Это всякие чокеры. Ой, какие милые чокеры с мишками и гами. А, это такое же, как ты Лизе, да, подарила? Да, уж говорила. Они, наверное, не настоящие, но выглядят красиво. Кристаллик. Так выглядит пока временный шкаф Алисы. Тут довольно тесно. У нас пока не организован шкаф отдельно для каждого. Поэтому такие вот малюсенькие пока места. Сумочку Алисе подарили на день рождения. Прикольные. Тут у нее висят кофточки. Не знаю, как она туда лазит. Это вообще наверняка очень неудобно. И здесь у нее вот такой торгонайтер для белья и всякой мелочевки. Это еще очень круто. У Алисы здесь в комнате, видите, у нас уже за окном темнеет, в комнате есть свой отдельный санузел, то есть раковина, туалет и душевая коминка. Здрасте, Алиса! Всем пока!